САМАРСКОГО ЗАВОДА В 19-й день июля, но уже в 1900 году, Самарская газета написала о повышении цен на сахар. Местные торговцы набросили всего несколько копеек за фунт, но и этого хватило, чтобы многим он стал не по карману. Зато русский сахар большими партиями экспортировался за границу. Век высокоскоростного интернета, телевидения и FM-радиостанций, проводное радио для нас как привет из прошлого. А ведь еще полвека назад радиоточки собирали сотни слушателей. Вспомним, как это было. После Великой Отечественной войны ускоренными темпами началась радиофикация всей страны. И всего за каких-нибудь пять лет количество радиоточек возросло в два раза – с 5 миллионов до 10. И 19 июля 1950 года началась радиофикация сразу 10 райцентров региона. Всего в Кошкинском, Приволжском, Шигонском и ряде других районов области было установлено 127 радиоузлов и почти 600 эфирных точек. Сегодня свой праздник отмечают профессионалы одной из самых тяжелых отраслей производства – металлурги. Большую роль сыграли металлурги в восстановлении нашей страны после Великой Отечественной войны. Тогда же в Куйбышеве появился один из крупнейших в стране металлургический завод, а улица Сталинобадская была переименована в проспект металлургов. 19 июля в разные годы, а порой и века, на свет появились. Один из выдающихся поэтов 20 века – поэт-футурист Владимир Маяковский. Актер театра и кино, народный артист РСФСР, чей талант наиболее ярко проявился в комедийных ролях – Александр Ширвиндт. Актер, удостойный ордена Британской империи за создание самого верного образа сыщика Шерлока Холмса – Василий Ливанов. Певец, актер и режиссер, народный артист Грузии, вахтанг Кикабидзе и другие известные люди. В именинниках сегодня ходят Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор. Сысоев день, который приходился на 19 июля, всегда отличался сильными росами. Считалось, что эта роса дает и птице, и зверю, и человеку силы и здоровье. Сысой – ходи по росе босой, говорили в народе. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба. От сысоевых зовов роса силу берет, колос наливается, а хлеб поднимается худой, значит, не намолен сысой. На Руси к этому дню нужно было завершить все полевые работы. По этому поводу вспоминали пословицы – у каждого дня свои заботы. Не то работа, что много работы, а та забота, как нет работы. Это были лишь некоторые события 19 дня июля. Желаю вам здоровья и великолепного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова